всем привет ребята меня зовут джон до мы продолжаем проходить demon souls прямо сейчас мы находимся в храме штормов и в общем-то метод нагибали часто достаточно и ну и в комментариях мне объяснили также что произошло с тенденцией моей в первом мире все дело в том когда ты убиваешь как и забыл короче это палача женщину тонн тенденция падает на сколько пунктов по-моему на три пункта то есть до нейтральной сбрасывается чтобы уже ее поднять нужно убивать боссов и само собой убивать на темной тенденциям первобытных демонов и еще фантомов если я хочу вернуть обратно до светлые ну да ладно что у нас здесь вот в храме штормов у меня в принципе все нормально пока что то есть на я так понимаю что здесь по три единицы на тенденцию то есть сейчас у меня на единицу в плюсе тенденция нужно убить еще парочку боссов наверное да чтобы сделать его максимально светлой то есть я так понимаю что за убийство босса дают по одному очку тенденции плюсом ну само собой не умирать не нужно человеческой форме помимо всего прочего также мне сказали чтобы я поставил все таки крис антфалчи он дело все в том что он по идее регенит ману если я ничего не путаю и также на кровотечение он заточен но смотрите у него дамаг пониже так то но если что сделать если я думаю он скейлится получается от чего я там это было он скейлится от магии это замечательно плюс у него еще видите идет магическая атака да давайте наверное его возьму посмотрим что он из себя представляет знаю что он да он достаточно быстро и достаточно быстрое оружие очень пригодится против скелетов все да да в принципе неплохо смотрите нормально так сейчас будем потихонечку продвигаться макс еще травушки совсем чуть-чуть осталось и наверное стоит все лишнее убрать я по идее на него торпинте нанести не смогу уже никак вот это вот поставлю потом нужно будет травушкой закупиться ага десять раз неплохо теперь ты да вы смотрите урон просто чудовищный по сравнению с тем мечом который был видимо у них слабость к магии ну и плюс у меня еще одну скейлится дамаг от магии от статы да можно так играть давай иди сюда тех ребят я уже снимать не буду не вижу в этом никакого смысла совершенно мне бы еще этого демона убить но я сказал что убью уже когда немножечко качнусь прокачая оружие так как у него дофига точно здоровья ну и плюс ко всему он еще и ваншотит что меня вообще печалит очень дико но лучше его обойдем пока что также мне еще ратель на какую-нибудь лук прокачать но чтобы просто был чтобы скатов шибать их там будет дохрена они будут достаточно сильно мешать этим мы займемся чуть попозже уже давайте пока дойдем до босса в этой локации скажу так чтобы здесь будет достаточно странный он наверное легчайший из всех боссов данной игры на мой взгляд потому что вообще нихрена тебе не может сделать и по большей части у меня такое ощущение что это тупо троллинг уже конкретно то есть она даже по музыке видно и по внешнему виду я пока ничего говорить не буду есть кто-то не знает все неплохо живем а я наверх то поднимался сюда по-моему нет вот чёрт вот были на то близко было вот призрачная стена давайте пока здесь укроемся но они конечно лютые с таким-то количеством хп вообще нужно не пропускать где-то вот чёрт да что за дела-то блин все нормально живем так травушка у меня закончилась которая регенит здоровье по чуть-чуть ну ладно уже буду юзать эту так как здоровье я все равно не качаю да поэтому мне уж совсем ядреная трава не так уж чтобы нужно тут у нас еще один давайте тихонечко к нему подкрадёмся он с луком нормально по идее здесь лук должен быть как раз таки да композитный длинный лук для дексовых билдов данная штука очень полезная у нее нифигово так как раз таки скелется урон от дексы и вот здесь находится вороненок все дело в том что ему нужно отдать талисман бога чтобы после того как я вернусь в ту локацию то есть выйду в нексус и вернусь сюда вон там за деревом появится бесцветная душа демона напугал меня дай мне блестяшку дай мне светяшку мне ты обмен обмен дай мне блестяшку светяшку без проблем держи спаркли счастлив счастлив все можно уходить и вещь появится только после перезагрузки локации я не знаю появится ли она когда я умру до после загрузочного экрана но то что после возвращения знаксуса сюда однозначно потом нужно будет обязательно забрать потому что бесцветные души демонов нужен для прокачки крутого оружия в игре этих бесцветных душ достаточно мало вот смотрите здесь я знаю здесь ловушка и получается смотрите тут у нас 20 лет по идее справа и слева на ныча ух ты блин а ну давайте немножко щитерим может быть не так не получится как через стену мы не бьем отступаем сейчас он остановится я на него нападу неплохо неплохо идем привет вот и лоскутик ребята тот самый фух ты спас меня о небеса не могу поверить что попался в эту ловушку похоже теперь я твой должник я расхититель гробниц блайдж в качестве благодарности я продам тебе полезные вещи думаю что обоюдная помощь в этих краях не помешает верно конечно давайте купим у него получается у него два вида травы конечно наверное стоит закупиться у него короткий лук длинный лук ну и щит который у меня был ладно что еще кожаная броня не не вижу смысла даже брать давайте наверное закуплюсь вот такой утраушкой на все деньги которые у меня есть этот храм использовался для проведения ужасных ритуалов древним племенем они давно сгинули и теперь демоны заставили души работать по крайней мере тут ты убиваешь то что уже мертво скелетов и обитателей тени это мне нравится в этом месте куда лучше чем убивать этих бедняк и сголодавшихся по душам людей верно все больше ничего не скажет но удачи тебе доволен следующий раз я предложу тебе больше пусть у нас с тобой будет долгое и плодотворное сотрудничество ну да это мы знаем он получается мы еще и уточнее встретим в локации в этой же во второй в третьей по моему нет и получается смотрите где мы оказались прямо за спиной у этого демона давайте там плюху заберем тихонечко главное ой вот сейчас пойдет за рада у чагатана но блин но это оружие классика я и часто пользовался в dark souls 1 и вообще это одно из моих самых любимых орудий также в первой части dark souls можно сделать из него меч хаоса опять же тоже одно из моих самых любимых орудий в первой части ну там только что подобрали осколок небесного камня давайте посмотрим что у нас тут получается мечник там сзади вроде как лучник а слева по идее должен стоять знаете кто черный скелет который лютый но я думаю замочить его не составит вообще никаких проблем давайте сейчас займемся этим норм живем а я травку поставил все нормально теперь смотрите наверное давайте сначала разберемся с лучником да я думаю а теперь черным скелетом он охраняет один из самых крутейших щитов в игре который регенит здоровье давайте посмотрим сколько я ему снесу вот обычным ударом ух блин успел 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 у меня что то я аж передернулся думал он все таки успеет нанести атаку но мне опять повезло вот этот самый щит если его нацепить но я этого делать не буду потому что я прохожу без щитов как я уже говорил подожди надо только встать куда-нибудь в более выгодную позицию например вот сюда чтобы про него прочитать вот здесь вот нормально будет щит суди большой деревянный щит на котором изображена цветная сцена судебного процесса над покойником на другой стороне выбита древняя надпись трусость и поедание птиц не является качествами героя шторма если подсудимый рассердит судью в золотую ворону то его будут грызть до тех пор пока не останутся только кости постепенно восстанавливает здоровье вот такие вот пироги вот здесь нужно быть аккуратней все нормально живем но пока мы туда не будем двигаться там уже путь к боссу и там будут золотые скелеты нас ждать которые тоже но такие достаточно непростые противники мы поднимемся здесь полутаем все это дело потом двинемся дальше ну конечно да давай еще раз кто-нибудь стрельни мне в спину пока я лезу еле еле это вазы просто тут вообще на этой локации дофига клевых штук можно найти душа неизвестного героя осколок как раз таки небесного камня и вот сонов менталайз очень пригодится и наверное давайте мы что сделаем а мы здесь никак не сможем пройти подожди-ка так это уже все там босс находится прямо внизу да все верно просто нам нужно дойти в обход здесь перепрыгнуть не получится давайте здесь быстренько спрыгнем я думаю да и пошли обходить там будет не просто из вот этих вот скатов которые летают они просто все портят стоять долго на одном месте нельзя опять же душа героя смотрите тут уже никак давайте потихонечку продвигаться сейчас будем выманивать золотых скелетов и гасить их огнем тут как вы видите достаточно узкое пространство ети эти колотись хватит ты идешь здорово отходим 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 он сейчас медленно медленно будет идти в мою сторону я его тупо подожду здесь нет он не идет почему-то да у меня же колечко стоит которое я все понял так это не работает да правом это вот это уже неплохо очень даже неплохо только главное сейчас не упасть пока я бегу все норм живем но как вы понимаете он там не единственный и это проблема тихо 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 камера как от камеры вот увидите то есть это у них сразу не получилось ее сделать ну да с этой магией все превращается просто в бызище здесь ладно давайте я хоть этого честно попаду хотя нет я лучше слушать я боюсь рисковать хотя давайте кто не рискует он не пьешь шампанского этого я замочу так ну иди сюда давай 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 выходи 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 подлый трус самое главное что он сейчас ага он там уже уходит алё не долетает хотя бы думаю можно попасть если да так вот выстрелить да можно 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 здорово 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 без луком обойдемся и вообще замечательно слушайте я даже не думал что тут магия так далеко стреляет вот что мешало это сделать в дарк соулс в дарк соулс 1 уже магия рассеивалась там блин через 10 метров а в третьем так вообще печаль неплохо с них еще также опять же падают небесные камушки нехило так у них такой веселый достаточно дроп давай иди сюда иди сюда давай иди сюда ну же ну же слушать но это долго будет ты идешь вот уже разогнался паренек вот сейчас главное не упасть слушайте а неплохой дамаг этот вообще фальшивон я уже забыл насколько он крут несколько ударов и все вот это поворот такого уж я точно не ожидал там еще по-моему должна быть кристальная ящерка с той стороны да наверное пошли сразу тогда заберем да да что за дела давайте здесь спустимся сейчас одну секунду посмотрим здесь обстану где-нибудь получается делает так что черным фантомом сложнее вас заметить кольцо расхитителя гробниц древнее кольцо с топазом оно подавляет вашу душу и делает так что черным фантомом сложнее вас заметить еще кусочек точнее осколок небесного камня так иди сюда так подожди-ка а там я подняться смогу да что не может меня это как раз таки сейчас выйду куда к плюхе кольцо регенерации вы представляете то есть вот это вот колечко вкупе с прокаченным щитом который регенит здоровье вообще просто имба будет эти колечки вот и в этой части очень нужны по одной простой причине но как вы видите здесь ну аптечки не восстанавливаются хотя да там можно накупить их в огромном количестве но все таки иногда лучше их сберечь кольцо восстановление странное кольцо неизвестного происхождения постепенно восстанавливает здоровье зеленый драгоценный камень находится в центре этого уникально сделанного кольца внутри камня находится густая жидкость ой как обычно чуть не попался теперь ты ну вот там уже босок вы понимаете что самое забавное да когда я приходил сюда немагом в общем то этот скелет казался мне сложнее босса ой ух ты ёптыть ой бежим ребята давайте еще разок все таки один удар я могу пропустить что меня безумно радует давайте тихонечко неплохо это было не сложно с магией то остатки души что я еще хочу сделать мне нужно немного восстановить фреш спайсом я на всякий случай просто заюзаю это заклинание чтобы защитить себя не хочу опять бежать 300 километров на всякий случай хотя по идее он попасть по мне вообще не должен ни разу нифига так вот по боссу на самом деле мне кажется это просто большая какая-то шутка он выглядит очень 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 странно он сам себя может убить вы понимаете насколько это все весело достаточно в чем все дело тут небольшая такая загадочка смотрите то есть если бить его в любое место кроме его раны то вы видите меч отскакивает и все и ничем это сделать не можем то есть нам нужно бить в рану но что самое забавное когда мы бьем его в рану да что происходит урон ему не наносится и поэтому ну я когда первый раз сыграл я долго что-то у него поймал я вроде бью 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 а ничего не происходит на самом деле тут нужно бить его до тех пор пока он не упадет и вот его на его голове находится как раз таки вот эта вот золотая ворона я думала что это попугай он только что прочитал в этом в описании скажите вам скажу и считаю что на самом деле это как бы вот блин меня убил самый легкий босс в мире а знаете почему потому что я могу будем считать что предыдущую попытку вы не видели отправляемся еще раз сейчас я поставлю защиту так отходим 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 сейчас начнем все рушить так вот я еще говорил помните что он может сам себя убить как он может это сделать достаточно просто обрушив на себя вот это вот целый этаж заметьте у него уже здоровье он немножко снято это все как раз таки потому что вот он слегка туповат и музыка конечно этом боссе просто лютая давайте аккуратненько подожди а не хватает ну зашибись вообще ладно давайте без этого оп молодцом все покойник как я и говорил босс точно простой я просто был очень невнимательный и здоровье мне снесли порядок там так за один удар все что у меня было и так я что еще хочу проверить вот смотрите я убил босса какая тенденция стала в этой никакая для начала чтобы она изменилась нужно что сделать нужно вернуться в нексус мы так и поступим у нас тем более семнадцать тысяч сегодня дальше по этой локации мы уже не пойдем мы сейчас отправимся по моему в какую там оскверненную долину по моему если я ничего не путаю там где чума и вообще дичь происходит да 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 это мы знаем давай знаешь что сделаем мы апнем свое оружие нет все короткий меч нам не нужен больше у нас есть оружие покруче смотрите а это вообще не улучшает мой фальшион скорее всего как раз таки его можно улучшить только у второго кузнеца ладно хотя пока что починимся помимо всего прочего я хочу купить у него наверное штучек десять да фреш спайса ну пока хорош а теперь давайте выложим все что нам не нужно получается вот это вот это 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 вот это вот это тоже выкладываем щит мне не нужен совершенно больше нет ничего теперь смотрите давайте попробуем обменять душу данного босса на что-нибудь ой я тебя не заметил так просто сидишь неудачно он друг мой у него мы ничего не сможем выучить потому что да 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 хорошо значит из этой вот души можно сделать пуху так и поступим тогда давайте как сделано смотрите у нас в принципе осталось по одному миру по точнее два мира с непройденной первой секцией это как раз таки стон фэнк и как раз таки как называется долина ну давайте наверно начнем отсюда тут хотя бы поярче что ли земля шахтеров хранители огромного туннеля у большей части землекопателей поддержавших солдат болитарии забрали души лишившись собственной воли они продолжают делать свою работу в этой локации как раз таки находится кузнец но попасть к нему можно если я ничего не путаю то только во второй секции данной локации либо в первый но там прям в самом конце и по моему после босса не знаю там локация такая в общем-то не маленькая сейчас будем потихонечку разбираться я плоховато ее помню потому что ну не очень я люблю эту локацию я помню единственное что здесь вот именно враги они очень сильно уязвимы к урону колющему да смотрите ярче стало по моему или нифига не поменялось короче не знаю ладно привет ха ха ну привет души души я меняю хорошие вещи за души купить что у тебя есть ну опять же травушка да у него есть еще камушки кирка и больше ничего ладно давайте я куплю штук так 20 да стоп я даже уровень не поднял ну я молодец ладно давайте без кача пока дальше продвинемся тогда я на все закупаюсь травой а чё чё за дела что по поводу нашего маленького городка ну это хорошее уютное место все эти похожие на ящериц горожане очень заняты добычей камней и не обращают внимание на старика вроде меня это очень облегчает мне жизнь я могу брать все что захочу и 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 получу в итоге, да, потому что она решила убить себя. Это печально. Душа неизвестного героя. Тут камней в этой локации просто более чем достаточно. Как раз таки здесь их лучше всего и фармить. Ну, я имею ввиду камни для прокачки руда. Блин, а я в онлайне сейчас? Едите колоти. Это плохо. Нужно будет отрубиться обязательно потом. Не хочу, чтобы тенденция сбилась. Давай сюда. Это у нас, по-моему, то же самое, что и торпентин, только что делает, по-моему, баф на магию, если ничего не путаю. Давайте прочитаю. Липкое белое вещество. Белое, липкое, похожее на воск, субстанция. Нанесите на оружие в правой руке, чтобы добавить к нему урон от магии. Поговаривает, что данная жидкость отхода обмывки магического камня флуоресцентной водой. Мне смысла в этом никакого нет, так как я не могу наносить на уже улучшенное оружие, да, какой-то баф на какой-то магии, на постоянной основе. Не могу наносить какие-то такие дополнительные эффекты, то есть торпентин, например, или вот это вот. Так что, пока что я этим пользоваться не буду. Вот это вот, тварь, меня сейчас атакует, да? Слушайте, смотрите, ни хрена, что за дела. Что-то это какой-то фальчон лютый просто. Я помню, здесь с мечом бегал, 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 бегал. Тыкал тут всех. И вообще, то есть, ну, долго реально их там лупил. Да уж. Не ожидал я такого поворот событий. Мы, наверное, сейчас сделаем вот так вот, потому что сейчас собаки будут на меня лететь, и мне будет совсем нехорошо. Давайте уже, выскакивайте. Вот ненавижу я собак в этих играх. Они слишком резвые. Но есть пока, я имею в виду, более-менее еще, да? Ну вот в третьем дарке-то ад. Да, у них мало здоровья, но они это компенсируют просто невероятной скоростью. И если они, кстати, да, по части вот этих вот с мешками, у них куча всегда руды, они обычно толпой всегда налетают и просто разрывают. Жутко бесит. А, вот это мы вообще по барабану. Смотрите, единственный враг, которому пофигу. Падай. Этих клоунов, конечно, шутов, точнее, мы еще увидим. И не раз. Они крови-то попьют достаточно. Ну, это то, что я собираю, тупо, как я не скажу, я вам скажу. Руда. Так, тихонечка. Вообще, знаете, что нужно сделать? Давайте сначала вернемся. Трава у меня стоит? Нет, не стоит. Стоит. Значит, это мы убираем, это мы тоже убираем. Вот той вот зеленой мне более чем достаточно. Теперь ты давай. Ну, здесь вообще ничего. О, еще травушка. Восполнил то, что потратил. Кирка. Угу. Там еще шут меня ждет. Я, насколько я помню, там ловушка должна быть. То есть, если я пойду прям по мосту, то я упаду, и все закончится для меня. Ну, не печально, просто придется опять обходить. Но мне туда в любом случае надо попасть. Хотя, может быть, и нет. Мне нужно спрыгнуть там будет. Дернуть за рычаг, открыть дверь, ворот точнее, и пройти вперед. Ну, пошли аккуратненько вот здесь у вас. Ах, ты ж засранец. И он выжил, да, ну, вообще круто. Душа героя. То есть, вы видите, народ играет. Призраки есть. Нужно будет обязательно потом по-пвпшиться здесь. Потому что так-то я, по сути, ни разу по-пвп не показывал в Demon's Souls. Оно здесь такое, в общем, неплохое. И еще было только что куча всякой разной руды. Я просто быстро поклацал. Там показывать-то нечего. Потом нужно будет обязательно руду выложить. Так как весит она, ну, прилично. Ну, там душа неизвестна, солдаты и так далее. А, я еще и мой кровь пустил. Замечательно просто. Слушайте, ну это оружие просто лютое. В пвп, наверное, не так тащит. Потому что, как бы, сколько раз пвпшился здесь. Ну, что-то как-то редко встречал фальшион. Там обычно все с щеготанами бегают. И еще с чем-то. По поводу хитбокса, я могу сказать одно здесь. Почти что, ну, в общем-то, все в порядке. Здесь проблемы небольшие, но не такие большие, как были, например, во втором дарке или в третьем. Давай, падай. С них тоже камни падают, это неплохие иногда. И тоже, смотрите, ну, дохнет просто с двух ударов. Я очень, очень удивлен. Это тоже была руда. Что нам вообще сейчас, по идее, нужно сделать? Покажу. Смотрите. 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 И нам тут нужно, в общем-то, охладить проход. Не здесь. Хотя туда тоже, наверное, стоит сходить. Давайте, наверное, так и поступим. Падай. Блин, я помню, что эти враги лютые. Но почему? Не помню. Когда толпой набрасываются, у них какой-то такой, какой-то такой подлючий удар есть. То ли они кусать начинают, то ли еще что-то. И так вот без остановки фактически. Много хп достаточно сносит. Ну, пока что-то они не используют это дело. Ну, пока что-то они не используют это дело. Да, он здесь до хрена просто руды. Ну, вот смотрите. Это все, что осталось от здешнего королевства. Да, вот и срез. Получается, смотрите. Там внизу нас ждет кузнец. Я пока к нему идти не буду. Потому что смысла в этом никакого нет. Объясняю, почему. Все дело в том, что ковать оружие он начинает только тогда, когда ты приносишь ему душу флеймлуркера. Кто такой флеймлуркер? Это один из сложнейших боссов Demon's Souls. Да и вообще один из самых сложных боссов серии Souls. Это второй по счету босс в данной локации. Догетить-ка, ну вы серьезно что ли, а? Вот за углом ставят, заразы. А я попадаюсь. Причем же знаю, что что-то меня впереди ждет. Все равно не суть. Что у нас тут? Еще опять же руда. Тут вам только она одна и будет падать, да? Но это неплохо на самом-то деле. Тоже ачивку дают за прокачку оружия разными типами камней. Паучьего камня. Осколок. Тоже редкая вещь. Капец, это было близко. Не хочу тенденцию портить, нужно прятаться. Пошли пока сюда. Здоровье сейчас отрегеню. Но это было вообще близко. Просто повезло. Мы сейчас сделаем по-хитрому в таком случае. Смотрите. Поднимемся просто повыше. И вообще по идее можно обойти, но я хочу им отомстить. Я отомщу, моя мстя будет страшна. Еще травушка. Вот нам по идее куда-то туда. Где вот эти вот засранцы? Ну получайте. Да, блин. Еще разок. Так, тихонечко, тихонечко. Да что за дела? Вот не хочет целиться и все. Ну я думаю так, смогу с ними расправиться, да? Только вот нужно плюху здесь забрать. Душа неизвестного героя. Давай, иди сюда. Сейчас все сидят, наверное, в комментариях и пишут. Эх, зря, зря вы ему сказали про этот фальчион. Теперь он ходит и всех нагибает. А так бы мы сидели и смотрели на то, как он страдает. На самом деле нет. Все дело в том, что я в любом случае использовал, может быть, палочку. Для того, чтобы кастовать заклинания. Итак, стальной щит у нас. Железный щит. Большой стальной щит. Он просто сделан, но имеет высокую защиту. Ну ничего особенного в описании нет. Тут, по идее, я так понимаю, можно спрыгнуть в... А, мы там в любом случае окажемся, ясно. Давай, на как сделаем. Вот это вот неплохо очень даже. Вот еще осколок. Драконьего камня. Но с другой стороны, вроде как ничего не... Больше. Да? Только спуск. А там меня собачки ждут, да? Ну да, я уже вижу эту заразу. Блин, тебя не увидел. Сапога, иди сюда. Ну, это получается точильный камень. Еще травушка. Погодь. Сейчас все соберем. Только для начала, я думаю, стоит... Ну, их всех завалить. Ну, ты что, серьезно, что ли? Ну, их всех завалить. 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 Вот и всё Проход мы остудили Ещё куча просто этой руды У меня там уже всё забито Я думаю, даже мы успеем сегодня второго босса убить Ну, тут все пока что начального уровня Поэтому они не особо сложные Ну, вроде как всё, да? Угу Нет Подожди-ка, я только не помню, куда идти По-моему, куда-то... А, наверх всё правильно, да? И направо потом Там ещё тоже какие-то плюхи должны лежать Но сначала Я точно помню, что где-то я пропустил Какое-то место интересное Всё, вспомнил Мне нужно выше подняться Только как? А, ну здесь, да, всё верно Сейчас там нужно будет не пропустить всё это дело Пошли Угу Ещё руда Травушка Кольцо с сопротивлением... Сопротивлением к яду Я уже читал про него Поэтому показывать Смысла никакого не имеет Погодь... Погодь... Я ведь не туда пришёл, куда хотел Мне, по идее, нужно было ещё выше, верно? Для того, чтобы до плюх добраться Да Ну пошли быстренько сбегаем Я просто не помню, что конкретно там лежит Мне хочется, ну, это узнать Вот здесь, да, наверх И там есть балка, насколько я знаю Что, чтобы там пробежать Нужно не останавливаться Вот здесь вот, да, вот видите Отлично Большая дубина Душа неизвестного солдата И опять же, душа неизвестного солдата Ну, в принципе, нормально Дубина большая, она не такая же плохая Давайте спрыгивать аккуратненько Главное сейчас не разбиться Да, в принципе, не должен Наверное, травушку захаваю сразу Душа неизвестного солдата А я знаю, что ты сейчас будешь делать Ну, что ты, лови Все, норм, живем И еще травушка Слушайте, давайте на всякий случай что сделаем Там перед боссом Лучше, я думаю Поставить еще травку посильнее Чтобы не умереть Ну, и немного не испортить тенденцию Кстати, вот здесь вот, что нужно делать При светлой и темной тенденции Я не знаю Я не знаю, какие здесь события происходят Какие-то точно есть Насколько я знаю, там кто-то появляется Какой-то NPC где-то Только вот, я не знаю где Какой-то пещере, что ли Собственно, вот и лифт Который нас отвезет Туда, куда нам нужно Наверное, давайте как поступим Я сразу готовлюсь, да Это я убираю Сюда я ставлю травушку посерьезнее Например, вот эту Сейчас нужно отрегенить ману Все, этого более чем достаточно Там какой-то нож Криса, что ли И что-то не увидел Асимметричный клинок Небольшой церемониальный меч Древние руны мастерски выгравированы на лезвии Использовался для чар Магическая сила носителя увеличивается Но понижается защита от магического урона Ну, короче, это такая же хрень, как и кольцо Она там тоже колечко увеличивала Магию, магические атаки Но при этом понижала защиту от нее А, ну все, в принципе, да Я так понимаю, больше здесь нет ничего Сразу приготовлю В защиту Ну вот, смотрите Тут у нас что-то есть Сразу заберем тогда Да, опять же, осколок Паучьего камня Пожелайте мне удачи Это у нас, получается, Фрея Первая версия О, так Неплохо, неплохо Наполовину снял Думал, что будет потяжелее на самом-то деле О, черт Пора бежать Там бы я точно не выжил Ох, ты че Так, норм, живем Да давай же, опускайся А, здесь нога, можно бить А-а, не, бессмысленно, по-моему Последний удар Отлично, все Ну это было простенько Просто Достаточно С щитом вообще никаких проблем нет Но вот единственный момент Когда вот я за Милишу играл здесь, да Я помню, что у меня какие проблемы были Во-первых, я застревал вот этой вот паутине Сейчас эффекта, конечно, нет Но когда ты сражаешься с боссом И наступаешь на паутину То это замедляет твое передвижение Скорость твоего передвижения Это во-первых Во-вторых, его атаки, понятное дело Наносили куда больше урона Чем они наносили мне сейчас Благодаря щиту Вот такие вот пироги То есть вообще, по идее Ну Легче всего его, конечно, расстреливать из лука Если кому-то совсем сложным этот босс покажется То вот рекомендую способ Который я показывал в самом первом сезоне Еще тот же самый камушек Ну что ж, давайте я забираю душу И на сегодня, я думаю, хватит Спасибо, что смотрели Не забывайте тыкать большие пальцы вверх Если вы хотите, чтобы продолжение вышло быстрее Также не забывайте подписываться на канал На Google+, и Twitter Там все информации и новости канала Также подписывайтесь на Twitch Там проходят трансляции На дополнительный канал Там выкладываются записи трансляции Если вы пропустили А на сегодня все Давайте Всем пока Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok